Трям, дружище, Джейми как обычно у клавамыши. И сегодня будет очень ностальгический выпуск, по крайней мере для меня так точно. Я делюсь с вами своими детскими воспоминаниями о играх, в которые мы играли, и приставках, на которые все это запускалось. Ну что, поехали? Сега, Дэнди, как много приятных воспоминаний, которые возрождают из нашей памяти эти слова. Возможно холодные зимние вечера, проведенные у теплого лампового экрана, в одиночестве за очередной игрушкой. А может знойные летние дни в компании друзей, за жарким спором во что бы еще поиграть. У меня приставки не было, а именно так мы в то время называли столь вожделенную коробочку, из дешевого китайского пластинка. Зато она была у моей сестры. Иногда звезды удачно складывались, и она привозила эту коробочку в полную чудес и таинственной магии к бабушке. И тогда никто не давал нечто. Не сиди и близь, как к телевизору, а то глаза испортишь. Или поиграйте часик, не больше, а то кинескоп посадите. И мы, крепко вцепившись обеими руками в джойстик, и жадно устраившись в теплый, потрескивающий кинескоп телевизора, погружались в далекие сказочные миры. О сколько мгновений чудных готовила юному геймеру приставка Дэнди. Здесь и Чип и Дэйл спешили на помощь, и Марио бежал на выручку своей принцессе, то, как обычно, оказывался не в том замке. Черный плащ сражался с преступностью, а русалочка спасала свое королевство. Одним прекрасным мартовским днем, столь вожделенная приставка появилась у моей сестры. Ей подарили на день рождения родители. Целый день мы играли, и мне очень понравилось, и захотелось тоже иметь такую приставку. Наверное, невозможно было не увидеть того, как у меня загорались глаза. При одной только мысли о том, что я смогу играть в игры у себя дома, мне пообещали к кончанию года подарить Дэнди, тем самым простимулировав к хорошей учебе. Уровень моего мастерства ожидал желать лучшего, но это не мешало мне наслаждаться столь желанными играми. Чаще всего мы залипали в спасателей, потому что на тот момент это была единственная игра на двоих из всей библиотеки моей сестры. А еще нам очень нравилось смотреть мультики про спасателей в воскресном диснеевском блоке. Алиса всегда выбирала умного и проницательного чипа, а я обожал слегка придурковата и не менее харизматичного Дэйла. Я часто наблюдал, как она проходила секретные уровни и босса. Как же все-таки приятно было отправиться в путешествие вместе с бравыми спасателями и их друзьями. Как форум, любителям сыра, маленьким, но бесстрашным жиком, очаровательной и умной гайкой. Он отправится на битву с толстопузом и его приспешниками. В то время нам, конечно, не удавалось пройти игру полностью, но каждый вечер, проведенный за приставкой, давил нам ни с чем не сравнимые ощущения и столь бесценные теперь детские воспоминания. Прошло несколько месяцев, я закончил очередной учебный год и думать уже забыл про обещания взрослых. На летние паникулы я, как обычно, уехал к бабушке. Таково же было мое удивление, когда в зале я обнаружил стоящую цветастую коробку со слоненком Дэнди и мотоциклистом. А это могло значить лишь одно – моя мечта была исполнена. Но, к моему большому сожалению, приставка у меня пробыла совсем недолго, и мне не удалось в полной мере оценить всю обширность ее библиотеки игр. Первой, приобретенной за свои деньги, для меня стала 16-битная Sega. В то время как более продвинутые геймеры вовсю ознакомились с ПК-играми, я с головой погружался в увлекательные миры хитов приставки Sega. Sonic, Scooby-Doo, Jurassic Park и еще целая куча игр. В отличие от 8-битной Дэнди, Sega заиграла для меня совсем другим уровнем графики, нежели старушка Дэнди. Приобрел я приставку у одного своего приятеля, всего за 150 рублей, но в то время даже эта сумма для меня была ощутимой. В довесок, получив приличную пачку картриджей, я с упоением играл в Соника на уже своей приставке. Помню, какое впечатление в то время на меня произвела игра в стиле адвенчуры про Scooby-Doo, и даже плохое владение английским языком не помешало мне ей наслаждаться. За Sega пришла Сонька со своей обширной библиотекой игр. Приставка мне досталась уже от другого товарища с приличной подборкой игр, среди которых были Resident Evil и Jurassic Park. Самим зомби-хоррором, Резиком или Резидентом, как мы его прозвали, ну или Обителью Зла, как его прозвали наши локализаторы, в то время я уже был хорошо знаком. Сколько бессонных ночей было проведено в компании Jill, сейчас уже и сказать трудно. И все это на дисковых носителях, ну или же на кариках. И жила же и долга была моя дорога в цифру. Но это уже совсем другая история. Если тебе понравилось это видео, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и позвонить колокольчик. А также делись своими воспоминаниями о гейминге из детства. С тобой был Джейми. Всем пока, до новых встреч, увидимся в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok